привет сами сами сегодня я расскажу стоит ли вам обновиться до версии а из 14.2 или все же стоит остаться на более ранней версии я расскажу о новых функциях об опыте и скользко используем использование также скажу как себя в принципе чувствует ответ на этой новой версии и сразу скажу что есть фишки ради которых вы сразу обновитесь даже не задумываясь можете путь на возможность аккумулятора на какие-то другие фишки и за одной вещи вы сразу приближите обновляться как это сделал в принципе я это новый обои поэтому это единственная причина по которой вы можете прямо сейчас выключить ролик и сразу же начать обновляться нет не нужно выключать ролик давайте-ка все-таки досмотрите до конца и в конце уже сделайте выводы на чем новые обои с поддержкой светлого и темного режима их аж целых восемь некоторые из них смотрится в принципе неплохо и естественно за сменой режима меняется смена дня и ночи также не добавили эту возможность в прайд обои новые и моде их целых 117 хотя ими я особо и не пользуюсь мне больше по душе мемоджи быстрый вызов shazam теперь появилась возможность добавить пункт управления shazam для этого вам надо будет пройти в настройки пункт управления и чуть ниже добавить кнопку распознавания музыки и в нужный момент нажав эту кнопку в пункте управления iphone начнет слушать композицию кстати эта работа даже если у вас на iphone нет приложения shazam музыка немного изменился дизайн музыкального виджета теперь проигрыватель с более заостренными углами чуть видоизменили airplay теперь даже во время выбора функции airplay вы можете переключать треки но на удивление на экране блокировки вы тоже самое сделать почему-то не можете также в пункте управления при разворачивании виджета проигрывателя обложка от альбома теперь большого размера теперь при подключении гарнитуры на экране блокировки автоматически появляется виджет проигрывателя если часто слушаете музыку из apple music то можно выбирать плейлисты прямо заблокированные экраны или в пункте управления новый дизайн кнопки apple watch слегка изменилась иконочка приложения watch также появилась поддержка функции и как для российских часов если у вас есть apple watch 4 или выше то можете использовать функцию на территории российской федерации посмотреть отчет о электрокардиограмме можно в приложении здоровья оптимизация зарядки для airpods в iphone то возможность уже есть давно а теперь подобная зарядка добралась и до airpods это позволит сохранить емкость аккумулятора более продолжительное время за счет того что при достижении зарядов 80 процентов airpods будут откладывать завершение зарядки до тех пор пока вам не понадобится их использовать непонятно почему только функции нет при использовании airpods первого и второго поколения вот так вот ограничили изменения в меню аудио наушников теперь меню носит название безопасность наушников и появились новые пункты меню уведомление от наушников за последние шесть месяцев тут будет показан сколько раз вы превышали рекомендованный предел звука пункт предключения громких звуков это старая функция хотя по правде говоря я о ее существовании и забыл ну что ж ребят я надеюсь вы уже приняли решение стоит ли обновиться или нет но мой вердикт в том что стоит потому что аккуратно в принципе не стал работать хуже система в принципе не стала работать хуже до iphone 7 уже в принципе не молодое устройство и где-то временами немножко тормоза присутствует но все-таки с этими апдейтами эти проблемы все уменьшаются и уменьшаются огромное спасибо за просмотр если вы посмотрели до этого момента вообще красавчики если вы еще и подпишитесь на канал то и не знаю там в двойной тройной пятерной респект осва удачи скоро увидимся пока